Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами еще об одном простом способе подготовки луковиц, а скорее даже грядок под посадку луковичных растений, лунок. Для осенней посадки и для весенней посадки этот способ годится не в меньшей степени. Таких культур, как чеснок, лук-сивок, тюльпаны, нарциссы, а для весенней посадки это и гладиолусы, это и георгины и многие другие растения. Это использование агроперлита для приготовления субстрата для заполнения лунок при посадке луковичных растений, ну вот в частности чеснока. Агроперлит представляет из себя очень пористый материал, очень легкий, воздушный. Его еще иногда называют искусственным песком, но это конечно не совсем правильно, это не совсем искусственный песок. Это такой специфический минерал, достаточно нейтральный, он не содержит особо большого количества каких-то питательных элементов для растений. Однако же он создает в почве очень и очень благоприятные условия, как для развития корней, так и для развития почвенной микрофлоры. Перлит очень часто используется для укоренения черенков, потому что он хорошо пропускает воздух, аэрируется, а это то как раз, что необходимо для укоренения отрезков стеблей, для успешного приживания их. Перлит часто добавляют в смеси грунтов для посадки рассады или посадки комнатных растений. Он облегчает грунт, он улучшает его водный и воздушный режимы. Водный режим он хорошо регулирует благодаря тому, что способен набирать значительное количество влаги и сохранять ее внутри. По объему перлит способен забрать в себя влаги примерно половину от этого объема, от своего объема. То есть вот у меня здесь примерно литр перлита, агроперлита насыпан, и он сможет взять в себя, впитать в себя примерно пол-литра жидкости. При его такой абсолютной невесомости это значительное большое количество, которое действительно потом уйдет на нужды растения, на поддержание влажного режима в субстрате. И, конечно, будет сказываться на благоприятном росте корней и развитии вашей рассады или комнатных растений. Но и в наших целях, когда мы говорим о посадке луковичных растений, в том числе чеснока и лукосевка, он является абсолютно незаменимым. Дело в том, что на основе перлита с использованием покупных или домашних препаратов для защиты и стимуляции роста растений, мы можем приготовить совершенно уникальный такой субстрат, препарат, который очень долго будет сохранять свои полезные свойства, потому что бактерии замечательно сохраняются на пористых частицах этого перлита и способны очень долго выживать. Когда бактерии попадут внутрь вот этих вот гранул перлитных, внутрь вот этих крупок, они там сформируют на очень длительное время такой запас, как бы сказать, банк. Туда не проникнут другие микроорганизмы, бациллы их туда просто не пустят, если речь о сенной палочке. Они же выделяют антибиотики, антибиотические вещества. В то же время они там будут длительное время сохраняться, будучи защищенными от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. И потом, по мере их размножения на границе почва и вот эта крупка, они будут мигрировать, мигрировать, мигрировать в зону роста корней. И вы создадите на основе вот этого перлита своеобразную пролонгированную форму вот этих вот самых биологических препаратов для защиты растений. Технология приготовления очень проста. Берете препарат, это может быть препарат сенной палочки, бактоген, гомоир, аллерин, хитоспорин. Выбирайте те препараты, которые вам доступны. Это могут быть препараты на основе вот таких вот псевдомонат, ростостимулирующих. Только не забывайте, что стимулировать рост лука севка в нашей умеренной морозной зоне не рекомендуется. Пусть он укореняется весной. Его и высаживать надо, когда уже станет стабильно, холодно. Что не скажешь о чесноке или тюльпанах, которые должны как следует основательно укорениться до наступления уже настоящей морозной зимы. Ну, мороз снаружи не означает, что замерзнет и почва. Поэтому период высаживания этих луковичных растений может быть весьма и весьма растянут. Я припоминаю случай, когда в городе Минске выворачивали куски грунта сверху, отбивали, сажали тюльпаны, заваливали это все камьями. Даже на знаковых участках озеленения и тюльпаны бушевали превосходные. Поэтому сажать можно сажать и сажать и сажать до, ну не до нового года, конечно, но все равно достаточно длительно. Даже препарат, который не содержит живого начала, максимум, все равно, приготовленный вот таким вот образом, продлит свое действие и защитное, и стимулирующее, и будет очень-очень полезен для наших целей огородничества. Итак, что надо сделать? Надо приготовить раствор в соответствии с инструкциями, которые имеются на упаковке, или в соответствии с инструкциями, которые мы даем на нашем канале про цветок. Здесь вот я использую препарат бактоген, но, как я уже сказал, вы можете использовать любой. И я заливаю сюда в этот перлит таким образом, чтобы он впитал, впитал, впитал в себя все. Вот видите, я лью, а на дне там вообще какие-то крохи, можно сказать, ничего нет. Очень-очень быстро, моментально эта жидкость впитывается, и вот она там и не болтается, и просто получается увлажненный перлит. Даже если вы перельете эту жидкость немножечко, это ничего страшного, это абсолютно никак не повлияет на эффективность нашего вот этого препарата пролонгированного. Ну, просто он будет более влажный, ну, какой-то небольшой перерасход препарата будет. Но с учетом того, что все эти препараты разводятся преимущественно в соотношении 1 к 100, вот этот чуть-чуть перерасход, он настолько незначительный, что не стоит даже про это и думать. Как его дальше использовать? Использовать его очень просто. Берете чайную ложечку вот этого получившегося мокрого перлита, который содержит колоссальное количество бактериальных клеток, спор всего, что было полезного в этом препарате. И антибиотиков, всего-всего, что будет отбивать атаки почвенных патогенов, которые с удовольствием будут нападать на ваши луковицы. И на цветочные декоративные, и на овощные. Берете чайную ложечку, засыпаете в лунку под луковичку и донцем высаживаете вот прямо в этот перлит, вот прям донцем высаживаете в перлит и закапываете так, как вы это делаете обычно. Если уровень поражения растений чеснока, лука пераноспорозом на вашем участке высокий, и эта проблема повторяется у вас из года в год, то возьмите чуть больше, возьмите столовую ложку, почти чтобы вот луковица, чтобы была буквально наполовину утоплена в этот самый перлит с этим препаратом. И сверху засыпаете землей. Перлит создаст очень благоприятные условия для укоренения луковицы в осенний период, для роста и развития ее весной. Ну а вот этот банк бактерий, который мы там создадим и создали там, он будет очень и очень благоприятно воздействовать на всех стадиях развития растений, позволит вам сэкономить, существенно сэкономить на будущих проливах, потому что он будет защищать ваши растения. Ну, по крайней мере до середины их вегетации. А если речь идет о тюльпанах или нарциссах, гиацинтах, таких более эфемероидных растений, которые отмирают достаточно рано, то и весь полностью период их вегетации, вплоть до отмирания листьев. Что ж, надеюсь, этот простой и эффективный способ позволит вам правильно применять ваши препараты. Ну, все способы применения хороши, но этот является очень и очень эффективным. На этом я прощаюсь с вами в надежде, что наши рекомендации помогают вам выращивать здоровый, богатый урожай и с удовольствием. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok